хорошая тема хорошая тема хорошая и непонятная тема знаете почему эту тему недопонимаю я просто сегодня сегодня у нас 14 но почти 15 ноября года 2022 я не понимаю с какого перепуга но с какого перепуга арахис стал стоить ну практически в два раза дороже то есть он стоил 19 рублей стал стоить 40 вы там о чем народ у вас где с головой какие-то проблемы что ли вы в что себе позволяете то а ну и уроды и эти уроды она и вот это соотношение я не понимаю что делается на территории российской федерации бензин как стоил так и стоит солярка немножко подорожала и все идет какой-то идиотский рост цен это идиотский рост цен вы с чего решили что арахис штука которая в принципе растет так вот бросова получается может этих денег стоит вы с чего решили что грецкий орех что такой грецкий орех сейчас я для самых тупорылых объясняю грецкий орех он растет где он растет в кубани естественно обыкновенный грецкий дерево она у каждого практически в доме в населе находится то вы с чего решили что это какие-то бешеных идиотских денег стоит я не въезжаю в эти события сейчас но ведь немного другой информации да то есть вы красиво даже жестко сейчас еще пожестче будет да пожестче будет потому что я люблю жизнь как таковую хотя в принципе вы должны понять что я работаю на телевидении да и денег авто сейчас уже и не стало хотя в природе своей деньги у народа присутствует но давайте определимся с количеством людей имеющим возможность работать на телевидении был год 2006 седьмой был самый сочный год тогда бизнесменов было ну примерно по городу две с половиной тысячи индивидуальных предпринимателей и они стояли за мной в очередь помоги с ними делай работы хорошо сегодня и сейчас количество индивидуальных предпринимателей мне так лично кажется что сократилось пять раз о чем говорю не матушишь хорошо все красиво давайте все это делать будем красиво и ровно давайте сетевиков загоним сюда даже если мы будем говорить про сетевиков которые находятся в городе магнитогорске о вот сейчас будет интересная тема меня больше всего интересует с какого перепуга говядина стала стоить но на 80 процентов дороже что только говядина а это корова сара барабу у коровы два рога корова нас поет молоком своим выращивает детенышей которых своим молоком поет хотя по сути событий молоко нам не нужно по сути событий то я его лично не пью и что это коровка то делает а а да 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 коровка коровка идет на поле коровка кушает травку окей зимой нету травы договорились даже невзирая на то что соляркой подорожала процентов на 10 но может быть на 20 это максимальное количество с чего 80 процентов влетел то что не доезжаю может быть я не доезжаю или я все-таки доезжаю вот то что соотношение цены не имеет никакого соотношения к исходящей стоимости говядины то бишь то ли мы недопонимаем то ли да как бы вам сказать то в общем ребятки если государство нас настолько имеет что внедрив дивную особенность по отношению к нашей пенсии а сейчас будет еще более интересный вариант то есть ну не зря я практически 50 раз был за бугром не зря я туда ездил вы думаете я не смотрел как я там буду проживать естественно про это и думал постоянно и вы думаете что журналисты это вот такие фраера ну некоторые есть но не я то есть первоначальный определился и узнать я зашел в ту страну типа сторона которая должна нас потому что у нас там все красиво и ровно везде называется он крутится в турции сейчас покажу что в турции ну под примерно то же самое что и меня ну практически мыши повесились вопрос а че турки то жрут а че турки то едят вот этот вопрос немножко другой я естественно задаю этот вопрос всем нашим дивным ну товарищем который занимается едой в городе магнитогорске один человек нормально работает столовая по-домашнему другие люди недопонимают что зачем вы пиндячиваете блин шашлык стоимостью 340 рублей за штучку я конечно понимаю что какие-то возникают у вас проблемы с финансированием по одной простой причине то все это делается то бишь сколько у нас обыкновенных россиян которые занимаются ресторанами но их очень мало очень мало и как правило эти россияне по сути событий им нужно мега бабосики от вас иметь хорошо возникает другой вариант кто к нам приезжает и где мы едим качественный шашлык качественный шашлык нам предлагают наши любимые товарищи из азербайджана ну некоторые занимаются из армении ну понятно да то что россиян там не так то и много я им говорю что ребят вы сделайте немножко меньше мяса в два раза то есть опустите ценник у нее 340 а 170 и сделайте большое количество гарнира ведь по сути событий мясо это как бы вам сказать его не надо в том количестве есть но когда есть хороший качественный гарнир представляете за 170 рублей это конечно было бы сложно но при всем при том почему я вам показал свой холодильник то есть я имею пенсию с моим заболеванием другого варианта и не бывает вроде своей то есть вы должны понимать что часть мозга вот с этой стороны его просто убрали и я живу только потому что я верю бога нашего единственного и ненаглядное люблю его молюсь постоянно он дает мне возможность жить я даю вам возможность смотреть даю возможность людям для которых нарисовали опыт су то есть глиобластомы да и вообще рак мозга и все всюду говорят что вы много не проживете так вот если есть глиобластома вы смотрите мои сюжеты верите в бога используйте то чем я лечусь это в принципе достаточно просто и живите дальше живите как я это нормально я всю жизнь говорю это должно быть бесплатно никогда не собираюсь брать за это деньги но я получаю мизерную пенсию давайте все-таки определимся почему-то мизерная пенсия да мы никогда не были крутыми базара нет но надо же все-таки показать людям что вы немножко выше прыгать то должны а почему нас с нашей пенсии мы в принципе можем жить но мы не будем так жить как живут турецкие пенсионеры да мы будем кушать готовить да мы будем брать все дешевле в три раза чем она у нас находится вопросов нет но мы будем сами готовить а турки этим делом не занимаются у турков я просто это дело видел поверьте мне как у специалистов экстра уровня я всех их видел они вечерочком идут кафешки рестораны и кушают вот этот самый шашлычок он небольшими но там есть гарниры и поэтому 170 рублей это было бы нормально 170 рублей это все есть то есть там шашлычок небольшой очень большое количество гарниров естественно это все красиво ровно чай естественно давайте все-таки определимся 170 на 170 на 170 грубо говоря эта сумма ну примерно ориентируясь 500 рублей в день то есть 500 рублей в день умножив грубо говоря на 30 дней 500 ну грубо говоря 500 на 300 то есть получается сумма достаточно интересная да то бишь грубо говоря за два дня за два дня мы должны получать тысячи рублей ну правильно же я говорю или я тупорылый ну они там столько получают два дня тысячи рублей да то бишь грубо говоря на еду они получают сумму не такую как мы получаем да а сумму в пять может быть шесть раз превосходящую они могут спокойненько есть и и поэтому не идя дома мало того туда же еще и включается квартплата то бишь они живут мало того туда же включается еще и одежда мало того туда же включается еще и экстра кэш который каждый божий день каждый божий день турецкие да и вообще все имеют возможность откладывать денежки для того чтобы потом когда к вам приедет ваш внучочек вы могли немножко денежков ему дать то есть грубо говоря там пенсия далеко не наши пенсии и мягко бы как бы то я стараюсь объяснить сегодня сейчас у нас от рака умирают 60 процентов может быть 70 процентов но по крайней мере у меня большее количество тех кого я похоронил умер от рака большее количество то есть надо же еще лечение а это тоже дополнительные денежки в принципе суммы в две тысячи долларов это не большая пенсия и не крутая пенсия но эта пенсия которая должна была бы быть у нас а насчет этого дела не получается и я еще раз говорю в каком месте живут россияне таких народов то так-то и много и нету особенно если мы будем говорить зауралье и севера то есть большая часть населения россии это все-таки территория до поволжья а все остальное это мы и наши температуры которые прыгают с 50 градусов зимой до 50 градусов лет это о чем говорим то мы это мы говорим о том что мы практически избиты нашей атмосферой мы полностью уничтожены нашей атмосферой да господа мы и при этом 65 лет сколько мужиков доживет у меня грубо говоря ну однокашников то с которым мы учились в институте в некотором количестве то уже не стало и если честно видео инженеров то до 50 годков доживших маловато что то то а так что ребят давайте все-таки определимся ну как бы вам сказать то я бы на месте владимир владимировича сделал бы следующим образом давайте все-таки пускай у нас будет человек которого не надо выбирать мы хоть раз выбирали царя не не выбирали мы хоть раз выбирали генерального секретаря кпсс нет не выбирали нет не выбирали ну за исключением некоторых там одного дебила убрали который подарил кое-что той структуре которая не существовала в природе сухих ну козел это я про хрущева говорю урод просто конченый а остальных не выбирали ну к сожалению и слава те господи одного пропойцу поменяли на предателя ну и тот и другой на том свете и то это хорошо и не буду говорить что они то есть то что они сделали они уничтожили они уничтожили советский союз это была их не проблема они уничтожили то в котором я жил в котором я своими ключами мог открыть четыре квартиры моем подъезде когда не было ничего них дверей ничего не было все было нормально это было то это я помню я помню когда я мог сходить в магазин и купить качественной колбасы она была одна да наша магнитогорская это была очень хорошая качественная колбаса она до сих пор есть глория выпускает ее в сложностями естественно но использую я фильтра я пью ту самую хорошую качественную водичку я это жизнь и пила ты это было все красиво и ровно даже мы заходя это мне еще тогда не позволялось то но я не мог себе купить алкоголь естественно но он был это было то на чем зарабатывало государство государство всегда зарабатывало на тепле я я не буду ничего говорить но я вам еще раз объясняю на то тепло которое у нас сейчас за мной да то есть нас каждый месяц город магнитогорск имеют на 100 миллионов рублей неплохая сумочка неплохая сумочка вот поэтому когда мы будем говорить о том откуда у нас возникают дома в этом городе то есть это отдельный вариант понимаете то есть кто нас имеет а мы замерзаем хотя по сути событий я опустился и посмотрел что комбинат который продает нам отопление он абсолютно нормально работает или вы о чем-то думаете другом а посмотрите как работает ТЭЦ ЦЭЦ как работает пиковая котельная они хорошо работают то есть кто-то на нас имеет и тогда когда все нам продавалось и все это работало государство мы никогда не платили таких космических денег ни за что и самое забавное что в магазине было всего три сорта водки это был качественный вариант но который никогда не стоил дешево в этом магазине всегда было два а лучше одно пиво но которое хранилось семь дней в этом магазине всегда было замечательные под названием кефиры которые хранились два дня и молоко которое хранилось день постоянно можно было приходить за нового что-то вы забыли про это дело или то что сейчас вам продают я не понимаю вас имеют по самые кривые помидоры вас имеют а вам это нравится именно поэтому в сетевиках я ничего там не покупаю в природе своей все что нужно своими силами но конечно мне бы хотелось чтобы у нас была нормальная пенсия другой вариант то есть мы начали с того сколько у нас стоит арахис да но вчера же я зашел в другую структуру под названием есть у нас такая штука под названием пятерочка есть магнит а еще перекресток да 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 и в этом дивном перекрестке сейчас сейчас будет вообще вообще весело да то бишь когда люди ну детишки купили себе энергетик обыкновенный энергетик обыкновенный энергетик что такое энергетик ну грубо говоря это та же самая газировка в которую там внедрено было не сильно большое количество добавок как энергетик вы запрещаете для обыкновенных людей как детей это же нормальное явление это обыкновенная газировка как бы вам объяснить то сейчас еще раз объясню дополню додумаю и проясню вам отдельную категорию тех вещей которые в принципе вы можете пить постоянно ездить за рулем при этом шторка из вас будет нормально красиво и ровно что это такое это нормальный кофе качественный кофе ну не надо ложить туда а можно более крепкий кофе и вас будет очень сильно колбасти и будет нормально хорошо вам приход вот и самое забавное что после этого не будет никаких проблем что такое а вы и до этого не доехали давайте все запретим для детей все реально почему люди не имеют права человеке младший наш класс не имеет права взять энергетик что-то я тупорыл и что-ли в этой жизни но я не доезжаю то бишь как бы вам сказать то по сути событий то что я показываю вам в интернете мне запрещено говорить по телевидению потому что я очень цензурируемый человек но с другой стороны как мне можно говорить про цензуру когда это я лично зная конкретно Владимира Владимировича Путина ну для меня по сути события это все-таки мой дядя потому что и возраст у меня такой весьма интересный да ведь и дядя Витя Виктор Филиппович Рашников это тоже мой дядя по сути событий потому что когда я на него работал я не получал бешеных денег какие-то 5 тысяч 200 рублей это надо было смешиться естественно мы никогда таких денег стандартные люди которые на него работали в отличии от того человека который реально бабки получал не получали денег никаких вообще впродить вот да но тем не менее работали и в этой жизни осталось всего два человека которые участвовали в битвах это Андрей Хиловский и Алексей Челейкин то есть я то есть первоначально мы участвовали в интересной битве за губернаторское кресло к сожалению наш специалист из ничего заработав 30 процентов мы это сделали мы это сделали поверьте мне мы работали с ним это было неплохо ну проиграли но зато потом отработали свои и комбинат имеет акции свои родные красивые ровные и он сделал все что нужно и когда мы говорим о наших правителях я задаю вопрос почему правители не смотрят мои сюжеты я в принципе ровно объясняю если у нас будет один царь то царь может грубо говоря послать кедрене фене эту самую дебильную думу которая на протяжении всего своего существования не сделала ну ничего нормального для города для россиян как таковых зачем она вообще пернулась она не нужна давайте все таки делать как делает все это дело замечательный Китай раз в пять лет выборы вы отчитываетесь и все не надо нас напрягать мы уже перенапряжены этого не нужно делать или вы думаете что напрягая свое государство используя в некотором смысле структуры которые нам не дают возможности жить но при этом мы говорим о небольшой территории небольшая территория россия совсем маленькая от границы до границы 12 тысяч километров практически ничего вы думаете что мы не научились вас обманывать вы нас обманываете и мы вас обманем давайте вернемся на круги своя и будем жить на удовольствие ваше удовольствие для нас это качественная и грамотная пенсия а наше удовольствие для вас это воспитание тех людей которые за вас извините попочку свою порвут то может быть об этом начнем думать а